Всем четверг, мои хорошие, Carhouse снова на связи. И многие из вас уже знакомы с таким автомобилем, с таким чемпионом по расходу топлива в Китае, как BYD Chin-L. И сегодня я хочу вас познакомить с его старшим братом. BYD Song-L VMI Hybrid. Поехали! Многие из вас скажут, это просто Chin-L, на который одет другой кузов. И по большому счету будут правы. Но когда вы будете смотреть на многие моменты по фурнитуре, вы поймете, этот автомобиль сделан ощутимо дороже и намного добротнее. В длину этот автомобиль почти 4,8 метра. То есть он в классе небольших SUV. Ну как небольших, с другой стороны. Это по размерам, в принципе, у нас по длине Voya Free. По месту на заднем ряду все очень круто, но об этом мы с вами поговорить еще успеем. Во-первых, ребят, это подключаемый гибрид. То есть только с такими условиями он может показывать такие низкие цифры расхода топлива. А здесь заводом заявлено 3,9 литров на сотню и полторы тысячи километров на одном баке 60 литров. Да, наверняка мы в российском климате, там в климате в целом, СНГ, навряд ли мы получим таких показателей. Но летом при аккуратной езде приблизиться к этим показателям вполне можно. А это очень серьезные цифры. Четырехцилиндровый тот же самый мотор, который стоит на ЧИН-Л. Здесь у нас другой стоит электромотор. И здесь другие батареечки. Если там у нас 10,15, 10,16 киловатт, то здесь у нас три версии батарейки. Это 13,18 и 26, которые влияют на запас хода 13,18 и 26 киловатт. Которые у нас с вами влияют на запас хода на чистом электричестве. Это вот та бюджетная суперэкономичная установка, но завернутая уже в более продвинутую дорогую обертку. По салону, абсолютно по всему, по всему, по всему. Подвески и там, и там простые, и там, и там Макферсон. То есть тут нас не пытались удивить. И BID в целом редко нас пытается удивить своими подвесками. Обычно они это делают только на таких автомобилях, как Leopard и, например, Yann One. Вот там они отрываются по полной. А весь этот масс-сектор сделан максимально просто и максимально надежно. Для того, чтобы люди, которые ездят на этих автомобилях, прекрасно понимали, за что они отдали свои деньги. За то, что они будут ездить долго и счастливо, с минимальными обращениями на сервис. Попадая в салон с Onkel-гибридом, мы с вами понимаем, что ничего общего с автомобилем, таким как Song L электрический, он не имеет. Здесь абсолютно в целом другой дизайн. Какие-то отголоски будут. Понятно, что и там, и там это BYD. Но этот автомобиль имеет прям общую архитектуру с BYD Chine L. Собственно, начиная с его гибридной установки, заканчивая архитектурой по салону. Но здесь ты прям даже по запаху понимаешь, что ты попал в немножечко другой салон. Более благородные такие цвета, больше строчки, больше внимания уделено строчке. То есть здесь ощущение, что вокруг тебя все так, несколько дороже. Уже черный потолок у нас. Ну и автомобиль сам повыше. Это дает некоторое ощущение дороговизны. Что мне очень нравится, что здесь, как обычно, у нас есть английский. Графика вполне себе нормальная. Я не совсем понимаю людей, которые говорят, ну здесь так себе графика. Мы сюда не телевизор садимся смотреть. Мы сели, включили машину, переключили передачу и поехали. Здесь мы обращаемся к услугам навигатора, к услугам музыкального сопровождения, мультимедийного центра и навигатора. Вот. Мы ехать на ходу и смотреть телевизор, все равно, ребят, нельзя. Это неправильно приводит к ДТП, но читать нотации каких-то я вам не буду. Я только хочу сказать о том, что этот монитор прям за глаза для автомобиля. Автомобиль – это не кинотеатр, это не домашний кинотеатр, это не мультимедийный центр с колесами. Это автомобиль, который должен в первую очередь преследовать функции, которые вот заключены здесь и здесь. Ты сел, переключил и поехал. А дальше уже ты думаешь про комфорт, про все остальное и про шумоизоляцию. Да, кстати, в Song L у нас появляется проекция. На чинель ни в какой версии у нас проекции не будет. То есть, вот как я и говорил, этот автомобиль вроде по мелочи, по мелочи и по мелочи, но в целом ощутимо жирнее. Здесь в хорошей комплектации у нас уже появляется музыка Infinity, то есть, в том автомобиле у нас это. В младшем брате, скажем так, в чинель этого у нас в целом недоступно. Здесь у нас появляется уже какая-никакая музыка. Здесь упор на более такой высокий класс. Ну вот мы с вами, ребята, на заднем ряду. Появился подлокотник. То есть, сразу понимаем, что все... Ну вот оно реально, здесь архитектура салона, самих кресел, она уже несколько дороже, чем в его младшем брате, к которому мы сегодня много раз уже делали отсылки. По месту сзади, ребят, все очень круто. Не ждите от этого автомобиля суперровной строчки какой-то. Это вам не Bentley, ребят, и это даже не Лисян, это BYD Sonnel DMI Hybrid. Экономичный представитель гибридного китайского автопрома. А еще и немаловажно в лице BYD, в лице самой мощной марки, присутствующей на китайском рынке. Литраж багажника, друзья мои, сейчас появится на ваших экранах. Здесь очень дешевая полка. Вот это, конечно, да, это я не могу не отметить. Выглядит оно прям так себе. С материалом не угадали. Ну, такая прям несусветная мелочь. Двухтажный багажник, то есть о чем я? Вот эту полочку можно достать вот так вот и переложить пониже, тем самым увеличив немножечко полезную площадь. Ну как немножечко, литров на 50 по-любому она увеличится. То есть в каких-то поездках это может быть абсолютно немаловажно. Спинки задних сидений у нас, ребят, немножечко регулируются. В целом здесь уже все атрибуты автомобилей подороже. Но при этом здесь в Китае цена от 136 до 170 примерно. Если мы вот берем полный разброс. И да, здесь у нас уже появился обратно электропривод. Все как мы с вами привыкли. Ездовой обзор начинается нестандартно. Я нахожусь сзади. Первое, что я бы хотел отметить, это очень большое количество места для ног. Прям очень большое. Я бы сказал даже, ну примерно как у Хана моментами, но может даже больше. А Хан у нас здесь катается в бизнес-такси. Потому что здесь у нас в Сонге места очень-очень много. Приятный цвет салона, да, он простенько пошит. Мы здесь не претендуем на то, что это будет там каким-то суперавтомобилем, суперкруто пошитым. Здесь все должно соответствовать своим, скажем так, деньгам. И своим деньгам оно соответствует очень круто, очень сильно. Музыка Infinity у нас. Но это у нас жирная версия. Шум как будто чуть-чуть приятнее. Да, ребят, надо отметить. Получается, это у нас та же самая гибридная установка, которая есть в Chin-L. Но за счет размера машины, за счет веса, за счет аэродинамики, которая здесь, естественно, хуже, расход топлива будет несколько выше. Но форм-фактор как раз-таки небольшого кроссовера для города подходящего, он здесь у нас присутствует. Здесь у нас уже появляется проекция, на чине проекции нет. Здесь уже, ну в целом, глядя во все стороны, очень много одинаковых деталей. То есть один тот же руль, именно под эти две модели сделаны. Архитектура салона полностью и там, и там у нас повторяется. Здесь у нас уже стоит самый большой монитор, как раз 15.3 или 15.6 какой он там. Тот же самый открытый Android. В базе у нас есть английский язык. Мы сами устанавливаем предложения, какие нам удобно. То есть в этом плане BID вообще впереди планеты всей. Очень просто, очень удобно. Для тех людей, кто не хочет усложнять. Прямо это, ну вот, очень хорошо подходящий слоган. Вот когда вы не хотите усложнять, вот оно. Вроде как бы и хочется гибрид попробовать. Зарядки нет, заряжаться не хочется. Хочется где-то на бензине ездить, хочется далеко ездить. Вот эта машина уже все может. Уже не надо, как если вы купили, например, Лисян. Вам нужно бегать и искать, как вам установить на подземную парковку зарядку. Потому что там не получается, например, это сделать. Здесь в этом плане все проще. Но при том, что она сохраняет адекватные ездовые характеристики. С нормальным разгоном, с нормальной мощностью. Необходимой для езды в современном потоке. Чтобы не теряться на светофорах. Здесь у нас уже есть вентиляция. В Чинь-Эль у нас вентиляция сидений появляется только в самой старшей комплектации, которая там стоит 130 тысяч юаней. В базе ее там нет. Здесь у нас уже появляется вентиляция. Ну и в целом салон, конечно, да, выглядит немножечко подороже. Архитектурно, да, я как и уже говорил, мы понимаем, что это очень прям родственные машины. Но здесь все вот чуть-чуть, но дороже. Ощущение такое, что ты едешь в автомобиле дороже. Ну все просто. Ты сидишь выше, у тебя там совсем другая обзорность. Это дает ощущение, что автомобиль несколько дороже. Ну что удобно. Даже если вы откуда-то не пересаживались, Toyota еще откуда-то. Это все на своих местах. Все, в принципе, адекватно и понятно. Круговой обзор присутствует. Да, он сильно проще, чем то, что вы ждете от китайских там навороченных автомобилей. Но этот автомобиль сильно проще. Это вот такой практичный вариант за адекватные деньги. И реально он стоит, ну в целом, адекватных денег для того, что он предлагает. Батарейки, ребята, у нас здесь уже другие стоят. Если у нас в Чинь-Эль у нас 10 и 16 киловатт, то здесь у нас стоят уже три варианта. Здесь у нас есть три варианта. 13, 18 и 26 киловатт. В принципе, на расходе ни то, ни то, ни то не сказывается. Просто есть более чуть увеличенный запас хода на чистом электричестве. Но он все равно будет не супер большой. Там порядка, в лучшем случае, там 100 километров вы проедете. На этом все. В реальной жизни. Вы часто, ребят, просите меня рассказать вам про какие-то супер редкие бренды, у которых там одна-две модели, которые у какого-то обзорщика вы увидели, и вам эта машина понравилась. Я вас всегда предостерегаю. Я говорю о том, что китайский рынок в этом плане крайне нестабилен. Поэтому я считаю, что вам нужно, ну, нам в целом нужно смотреть на мощные марки. Понимаете? На мощные, серьезные бренды. Там, например, на сегодняшний день у Желесян к таким точно можно отнести. Там Зикор можно к таким отнести. Там, скорее всего, с ребятами из Аватар ничего там не случится. Вот всем нам примером будет Hi-Fi, который просто вот взял и потерялся. И теперь люди, которые ездят на этих автомобилях, имеют, скажем так, некоторые проблемы. К чему я? К тому, что BYD с этого рынка никуда не денется. А в ближайшие годы вы увидите, насколько много этих автомобилей станет в целом по миру. И это говорит об очень многое. Это говорит о том, что они реально попадают в своего покупателя. Вот этот некий, скажем так, скептицизм и негатив в сторону китайцев, вы увидите, что с каждым там буквально месяцем он будет просто уходить и уходить. А вы уже сегодня можете понять, что если вы всегда любили Тойоту, но вам на сегодняшний день не нравится платить за ее значок, у китайцев есть однозначно крутое решение. Спасибо, ребят, вам всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова